О конфликте на Донбассе говорили сегодня и в Страсбурге. На сессии ПАСЕ подняли вопрос внутренних переселенцев. О чем рассказала украинская делегация, узнаем от Ирины Ивановой. Гуманитарные нужды и права внутренних переселенцев в Европе. Дебаты под таким названием прошли сегодня в сессионном зале ПАСЕ. Докладчик по этому вопросу, представитель Польши, утверждает, что таких нуждающихся в Европе 4 миллиона. В нашей делегации уточняют почти треть из них украинцы. Мы имеем наибольшую цифру внутренних переселенных людей после Другой святой войны. На сегодня миллион семьсот тысяч граждан Украины зарегистрированы как внутренние переселенные люди. Очевидно, что большая часть этих людей регистрируется для того, чтобы отримать выплаты, отримать пенсии, социальные выплаты на территории Украины, потому что на оккупированной территории не работают украинские банки. В стенах ПАСЕ наша делегация призвала Европу помочь Украине решить самые острые проблемы переселенцев. Например, с льготным кредитованием жилья. Пока что такую программу Украина в силу экономических проблем самостоятельно осилить не может. Также на уровне минских договоренностей официальный Киев пытается добиться того, чтобы все временно перемещенные граждане получили право голоса. И потом, после деоккупации, выбирали новую власть на своей земле. Еще одна проблема в центре внимания депутатов – защита журналистов. Дискутировали, в частности, о нераскрытых громких убийствах представителей СМИ на Мальте и в Словакии. Мы должны исключить безнаказанность для тех, кто нападает на журналистов, и гарантировать представителям прессы лучшую защиту. Это единственный способ убедиться, что мы устраняем риски для демократии, потому что нападки на журналистов и риски для них – это нападки и риски для нашего свободного общества. И журналисты, мужчины и женщины несут за эту свободу огромную ответственность. В свою очередь, наши делегаты обратили внимание Ассамблеи на закон, обязывающий антикоррупционеров, в том числе журналистов, которые занимаются расследованиями, декларировать свои доходы, что является давлением на СМИ. Впрочем, в мировом рейтинге свободы слова, который сегодня презентовала организация «Репортеры без границ», Украина на один пункт улучшила свой прошлогодний показатель – 101-е место среди 180-ти. Лидерами рейтинга являются Норвегия, Швеция и Нидерланды.